Привокзайная библиотека номер 4 представляет Шарль Перо, кот в сапогах Один медник оставил своим трём сыновьям небольшое наследство Мельницу, осла и кота Братья сразу же поделили отцовское наследство Старший взял из себя мельницу, средний осла, а мальчему дали кота Мальчий брат очень горевал, что ему досталось такое плохое наследство Братья могут честно зарабатывать себе кусок хлеба, если будут жить вместе, говорил он А мне, когда я съем своего кота и сошью из его шкурки и рукавицы, придётся умирать с голоду Кот услышал эти слова, но не обиделся Не горюй, хозяин, сказал он, важно и серьёзно Дай мне лучше мешок да пару сапог, чтобы удобнее было ходить по кустарникам Увидишь тогда, что ты получил не такое уж плохое наследство, как думаешь Хозяин кота не очень-то поверил его словам Но вспомнил о разных его хитростях и подумал Может быть, кот и в самом деле чем-нибудь поможет мне Как только кот получил от хозяина сапоги, он ловко надел их Потом положил в мешок капусты, закинул мешок на спину и пошёл в лес, где водилось много кроликов Пришёл он в лес, притаился за кустами и стал поджидать, чтобы в какой-нибудь молодой и глупый кролик Снова всё был в мешок за капустой Не успел он спрятаться, как ему сразу повезло Молоденький доверчивый кролик забрался в мешок Кот быстро кинулся к мешку и крепко-накрепко затянул завязки Очень гордый, что охота была такой удачной Кот пошёл в дворец и попросил допустить его к королю Его ввели в королевский покой Войдя туда, кот низко поклонился королю и сказал «Великий король, маркиз Карабас, так коту вздумалось назвать своего хозяина Приказал мне поднести вам подарок этого кролика Скажи своему хозяину, ответил король, что я очень доволен Его подарком и благодарю его Кот отклонился и ушёл из дворца В другой раз он спрятался в поле среди колосьев пшеницы И открыл мешок с приманкой Когда в мешок попали две куропатки, кот сейчас же отнёс куропата к королю Король с удовольствием принял и куропаток И приказал угостить кота вином Так, месяца два или три подряд Кот носил королю разную дичь от имени маркиза Карабаса Однажды кот узнал, что король собирается ехать по берегу реки в карете На прогулку со своей дочерью, самой прекрасной принцессой на свете Он сказал своему хозяину Если послушаешь меня, будешь счастлив всю жизнь Ступать сегодня купаться на реку в том месте, которое я укажу Остальное я уж устрою сам Хозяин послушался кота и пошёл на реку Хоть и не понимал, какая ему будет от этого польза В то время, как он купался, по берегу реки проезжал король Кот уже поджидал его И как только карета приблизилась, он закричал изо всех сил Помогите, помогите! Тонет маркиз Карабас! Король услышал крик и выглянул из кареты Он узнал кота, который уже столько раз приносил ему дичь И приказал слугам бежать скорее на помощь маркизу Карабасу Пока маркиза вытаскивали из реки Кот подошёл к карете и рассказал королю, что когда маркиз купался Воры унесли всю его одежду Хоть он кот изо всех сил звал на помощь и громко кричал Воры! Воры! А на самом деле Пулут сам же спрятал одежду своего хозяина под большим камнем Король приказал придворным сейчас же принести маркизу Карабасу Один из самых лучших своих нарядов Когда маркиз оделся, король стал ласково разговаривать с ним Затем пригласил его сесть в карету и прокатиться Сын Мельника был устроен и красив В роскошном королевском наряде он стал ещё красивее И молодая принцесса сразу же без памяти влюбилась в него Кот был в восторге от того, что всё получается так, как он задумал Он побежал впереди кареты и, когда увидел на лугу косарей, закричал им Эй, косари! Если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу Карабасу, всех вас немедленно изрубят в мелкие кусочки Когда карета подъехала к лугу, король в самом деле спросил косарей Чей же луг? Они косят Господин маркиза Карабаса! В один голос отвечали косарей, напуганные котом Ах, маркиз, какой прекрасный луг у вас! Сказал король В самом деле, государь! Отвечал маркиз Каждый год на этом лугу бывает замечательный сенокос А кот опять побежал вперед, увидел жнецов и закричал им Эй, жнецы! Если вы не скажете королю, что все эти поля принадлежат маркизу Карабасу, всех вас изрубят в мелкие кусочки Проезжая мимо полей, король захотел узнать, кому принадлежат эти поля Господину маркизу Карабасу, отвечали жнецы Король опять похвалил владение маркиза А кот все бежал впереди кареты И всем, кого не встречал, приказывал говорить то же самое И король не мог надевиться богатству маркиза Карабаса Наконец, кот добежал до великолепного замка А замок этот принадлежал одному из самых богатых людоедов в мире Людоед и был хозяином всех полей и луков, всех земель, по которым проезжал король Кот заранее уже разведал, что людоед умеет превращаться в разных животных Он явился к людоеду и с поклоном сказал, что не мог проехать мимо замка, не узнав о здоровье его почтенного владельца Людоед принял кота со всей приветливостью и вежливостью, на которую только способны людоеды И предложил ему отдохнуть в замке Меня уверяли, что вы же по желанию умеете превращаться в разных зверей, сказал кот Можете, например, превратиться во льва или слона, верно ли это? Это верно, ответил людоед грубым голосом И чтобы вы не сомневались, я сейчас же на ваших глазах превращусь во льва Смотрите! Увидев перед собой огромного льва, кот так испугался, что мгновенно взобрался на крышу Хотя сделать ему это было совсем нелегко Ведь в сапогах не очень-то удобно лазить по крышам Когда людоед принял человеческий облик, кот осторожно спустился с крыши И признался, что ему было так страшно, что и не расскажешь Вы прослушали отрывок из сказки Шарля Перо, кот в сапогах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова